Депутаты Госдумы отклонили при рассмотрении в первом чтении проект закона о добровольном порядке уплаты взносов на капитальный ремонт. Как отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, если проект такого закона одобрить, могут наступить негативные последствия. Увеличение степени износа конструктивных элементов домов, рост аварийного жилищного фонда, неравное положение собственников, которые приняли решение о формировании фонда капремонта об уплате взносов и которые такого решения не принимали. Таким образом, комитет не поддержал проект закона и с таким решением согласились большинство парламентариев. Здравствуйте, я Андрей Шворнев, эфир Азбука ЖКХ. Сегодня в нашем выпуске. Юбилей на рабочем месте в Край Теплоэнерго горячая пора. Энергетики подают тепло в дома и внедряют энергоэффективные технологии. Ишкакунское водохранилище. Депутаты и чиновники решают судьбу главного источника питьевой воды для Кисловодска. Бесплатную приватизацию после 1 марта снова продлят, но теперь не для всех. Краевой теплоэнергетический комплекс был создан 15 лет назад. Он пришел на смену 30 предприятиям разных форм собственности, которые поставляли тепло тогда по всему региону. Тарифы везде были свои, каждое предприятие самостоятельно пыталось удержаться на плаву. И в результате в 2001 году накопились многомиллионные долги. Отопительный сезон оказался под угрозой срыва. Тогда и было принято решение создать государственное унитарное предприятие Края Теплоэнерго, которое сегодня обеспечивает необходимыми ресурсами десятки тысяч потребителей по всему Ставрополью. При этом постепенно модернизируя свои мощности и внедряя энергоэффективные технологии. Таково сегодня требование времени. Как работают теплоэнергетики, когда погода напоминает весеннюю, и что делают в случае экстремальных морозов, об этом расскажем прямо сейчас. Синоптики прогнозируют относительно теплый январь и февраль. Для кого-то это очень хорошие вести, но только не для теплоэнергетиков. Это означает, что реализация тепловой энергии будет ниже плановой, и в край Теплоэнерго недополучат такие необходимые деньги. Деньги на ремонт котельных и реконструкцию тепловых сетей. Но предприятию нужно работать и в этих условиях, потому что теплоснабжение должно быть надежным и бесперебойным. У нас проводится реконструкция существующих объектов, где мы применяем котлы как собственного производства. Это котлы, так как у нас в цехе изготавливаются котлы жаротрубные, значит, от 100 кВт до 2 мегаватт мощностью, с применением горелок импортного производства. И внедряются также, делаются все котельные, подлежащие реконструкции в край Теплоэнерго, значит, сразу же автоматизируются, вот, и работают в автоматическом режиме. Более мощные котельные работают в автоматическом режиме, но под надзором операторов. Вот мелкие котельные выводятся на пульт диспетчера, и мы даже видим их здесь, в городе Ставрополь, значит, режимы работы котельных. И я, например, вижу на компьютере, который отслеживаю ежедневно. Снижают доходы край Теплоэнерго и те, кто в многоквартирных домах переходит на индивидуальное отопление. Впрочем, дело даже не столько в доходах, сколько в безопасности самих потребителей. Если только отключается часть квартир в многоэтажном доме, а часть находится на централизованном отоплении, то в этом случае происходит разбалансировка системы, внутренней системы отопления дома. И это влияет на качество теплоснабжения внутри дома других потребителей, те, которые не перешли на индивидуальное отопление. Вот, это влияет на регулировку. А систему внутреннего теплоснабжения отрегулировать очень тяжело. Работа края Теплоэнерго напрямую зависит от работы электроэнергетиков. Любые отключения влияют на качество теплоснабжения, говорит Виктор Мингалёв. Есть на мощных котельных у нас установлены стационарные дизельные электростанции, в которых включается один котёл и циркуляционный насос для поддержания температуры тепловых сетей. Ну, желательно бы, конечно, чтобы аварийность отключения электроэнергии была как можно меньше. Оперативно восстановить подачу тепла в случае остановки котельной помогают дизельные электростанции. Вот такие когенерационные установки, которые наряду с теплоэнергией вырабатывают энергию электрическую. Мощность каждой установки 65 кВт электрическая и 100 кВт тепловая. А значит, полная мощность 195 кВт электрической мощности и 300 кВт тепловой. Впрочем, какими бы умными ни были современные машины, без участия человека им пока не обойтись. Именно оператор первым оценивает обстановку и принимает решения в экстренных случаях. Сложность в том, что надо быть постоянно внимательным, бдительным, потому что по приборам работаем постоянно, нельзя отвлекаться. Ходим, смотрим, чтобы все работало, чтобы не было перепадов давления. Еще одно важное направление работы сотрудников предприятия – энергосбережение. Они и у себя установили светодиодное освещение в 4 раза более эффективное, чем обычные лампы. И помогают это делать всем, кто готов экономить через энергосервисные контракты. Дело это выгодное, потому что заказчик не тратит собственных денег. Наши специалисты, специалисты нашей организации, выполняют энергетическое обследование объектов. Далее разрабатывают программу по энергосбережению и увеличению эффективности использования энергоресурсов на объекте заказчика. Потом здесь хочется подчеркнуть, за счет собственных средств, выполняют приобретение, установку и наладку энергоэффективного оборудования. Сейчас специалисты Крайотеплоэнерго уже провели обследование на ряде предприятий, учреждений Ставрополя, Минеральных Вод и Кисловодска и готовы установить энергосберегающее оборудование. Заказчик не расходует собственных средств. По истечении срока действия контракта, это установленное энергоэффективное оборудование переходит в собственность заказчика. Крайотеплоэнерго сейчас обслуживает более 100 тысяч абонентов, жителей региона, а также социальные объекты и предприятия Ставрополя в 21 районе. Сотни энергетиков работают, чтобы сделать дома, школы и детские сады теплее и уютнее. И 15-летие своего предприятия многие отметят на рабочих местах. Отопительный сезон должен идти без перебоев. О водоснабжении Кисловодска и Предгорного района говорили в Краевой Думе. Речь шла о судьбе Шкаконского водохранилища. Расположенная на территории соседней Карачаевой Черкесии, она обслуживается Ставропольским предприятием и является главным источником питьевой воды для города-курорта. Факты, проблемы и пути их решения в сюжете Кира Рогожиной. О проблемах Шкаконского водохранилища в Думе края говорят уже не в первый раз. Сам гидроузел находится в Карачаевой Черкесии, но в Качьеру ходит всего 10% воды. Остальные 19% потребляет Ставрополье. Для Кисловодска и Предгорного района это единственный источник питьевой воды. С 2013 года за водохранилищем следит региональное управление по строительству и эксплуатации сооружений природоохранного назначения. Специалисты бьют тревогу. Гидроузел пришел в упадок. Водоводам, ведущим в Кисловодск, больше полувека. Они требуют ремонта. Как, впрочем, и большая часть всех систем. Из-за этого страдает качество воды. Если в 2002 году на очистку нужно было 20 тонн реагентов, сейчас 150. Кроме того, учреждение погрязло в долгах. 35 миллионов рублей ждут от него кредиторы. Сейчас пошли судебные разбирательства уже в судах. Значит, по крайней мере, в последние полгода уже арестовывают наши счета. Мы выплачиваем только зарплату и работаем по выплате судебных постановлений. Живет учреждение за счет тарифа от продажи ресурса предгорненскому филиалу Крайводоканала. Например, оно продает воду за чуть больше, чем 4 рубля за кубометр. Но этого недостаточно. По оценке независимого центра, нам необходимо как минимум 10 рублей 59 копеек. Мы в настоящее время продаем воду предгорному филиалу по 4 рубля 31 копейки. На совещании, которое было в тарифном комитете, это было 15 декабря, нам однозначно был доведен тариф 5 рублей 56 копеек. Этот тариф, конечно, нас не спасет. Помимо этого, ресурсу предприятия покупают в меньших объемах, чем заложено в тарифе. Эти выпадающие доходы тоже бьют по бюджету учреждения. У тарифной комиссии своя позиция. Просто так повышать цену по чьей-то хотелке никто не может, а обоснований у учреждения якобы нет. Своих проблемам же, мол, виноваты сами. Мы сейчас перешли на долгосрочное регулирование 2016 года. Установлены тарифы на 2016-2018 годы. То есть надо было привести свои материалы и обоснования, надлежащие, скажем так, обосновать уже в 2015 году все вот эти выпадающие доходы, для того, чтобы зафиксировать долгосрочную базу. Сейчас в течение трех лет долгосрочные параметры изменению не подлежат. Пока одни перекладывали ответственность на других, ситуация дошла до края. Гидроузел находится в федеральной собственности. Регион может только пользоваться им на безвозмездной основе и, соответственно, должен содержать объект. Если он не справляется с обязанностями, водохранилища могут передать в другие руки. Задача сегодня, которая стоит у меня, руководство поставило передо мной, доложить истинную ситуацию. Если этот объект сегодня не может содержать это учреждение, он завтра будет пересмотрен в использовании. Сегодня есть несколько предложений на концессию, сегодня есть предложения от правительства КЧР, сегодня есть другие варианты развития событий. Рост тарифа в любом случае ударит по потребителям, жителям Кисловодска и Придгорного района. Там уже вопрос, на сколько? Заходит инвестор, монопольный, живи, не хочу. То есть назначай сам тариф, 45 рублей, 50 рублей. Деваться некуда, будем покупать. И все. Они есть. Концессия 49 лет. На 49 лет мы теряем управление. То есть сейчас 4 рубля, а будет 50 рублей. Это уже арифметик. То есть тут надо заниматься вплотную этим вопросом. Депутаты озабочены этой проблемой. И вот, как сегодня вы видели, сегодня мы вынесли эту проблему в публичную плоскость. И вот мы ей сейчас занимаемся. Вместе с исполнительной властью, властью тарифной комиссии, федеральной властью. В вопросе Шкаконского водохранилища ставить точку рано, уверены депутаты. Вопрос требует тщательной проработки. Прежде всего думцы хотят своими глазами увидеть, что происходит на водохранилище. Выездное совещание в Карачаево-Черкесию запланировано на февраль. Далее о некоторых новостях жилищно-коммунального комплекса России коротко. Объем инвестиций по уже действующим консессионным соглашениям в сфере ЖКХ сегодня составляет порядка 171 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр строительства из ЖКХ России Михаил Мень. В России сейчас заключено 1217 консессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры. Из них за 9 месяцев 2016 года – 318. «Если брать в сравнении с 2014 годом, это более чем втрое», – рассказал министр. Средняя ставка по ипотечным кредитам в 2017 году может опуститься ниже 10%, об этом сообщили в Минстрое страны. Сегодня среднерыночная ипотечная ставка составляет 12,5%. «Есть основания говорить, что если не будет тяжелых изменений в экономике, мы выйдем на 10% и ниже», – сказал глава ведомства Михаил Мень, отметив, что именно 10% – та психологическая отметка, которая важна для граждан. Бесплатная приватизация жилья может быть продлена еще на год для трех категорий граждан. В Госдуму скоро будет внесен соответствующий проект закона. Авторы документа предлагают продлить бесплатную приватизацию для сирот, крымчан и аварийных переселенцев. Пока же бесплатная приватизация жилья должна завершиться в марте этого года. И еще о самом актуальном в жилищно-коммунальном хозяйстве. Государственный компенсационный фонд долевого строительства заработает в полную силу до конца первого квартала 2017 года, об этом сообщает Минстрой России. Для этого необходимо отмечать в ведомстве принять очень важный блок изменений в законодательство, который касается прекращения страхования страховыми компаниями рисков участников долевого строительства. Государственный фонд начал функционировать с января 2017 года, но пока занимается организационными вопросами. По словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, уже определены основные функции фонда. Получение взносов от застройщиков и контроль за их поступлением, осуществление полномочий арбитражного управляющего в деле о банкротстве застройщика, осуществление выплат возмещений гражданам-участникам долевого строительства при банкротстве застройщика, предоставление займов, в том числе беспроцентных, а также оказание финансовой помощи застройщику, который берет на себя обязательства по завершению строительства. На этом выпуск завершен. Мы следим за всеми важными темами жилищно-коммунального комплекса. Смотрите программу «Азбука ЖКХ» на своем ТВ и на сайте stv24.tv. Наш телефон в Ставрополе 33 30 20. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»